Дорогие друзья, коллеги, все, кто сейчас меня и видит, и слышит, я хочу сказать. Я надеваю вот эти чудесные очки, которые называются AdPower, и я чувствую себя счастливым человеком. Мне можно задать любой вопрос. Ну почему я себя чувствую счастливым человеком? Во-первых, потому что я всё хорошо вижу. Я хорошо вижу вблизи, я хорошо вижу на расстоянии компьютера, я хорошо вижу, например, лица на расстоянии полутора метров, двух метров, с которыми мы общаемся. За счёт чего это происходит? Почему это происходит? Вы можете меня спросить. Спрашиваю. Дело в том, что это, конечно, особенные очки. Это очки компании Хоя, которые называются, да, это очки для чтения, но они с расширенной рабочей зоной. То есть это особая технология, можно назвать офисных очков, но это как бы само название. Самое главное, что они дают очень качественное зрение на разных дистанциях. Они создают вот эту глубину хорошего зрения. А это сейчас так важно для современного человека, который может и читать, смотреть документы, и компьютер, и общаться, например, со своим сотрудником. Или вот как у нас, например, в клинике с пациентом. Всё это обеспечивается особым дизайном линзы. Дело в том, что прогрессивные очки или мультикфокальные очки я уже ношу не одно десятилетие. И эти очки, конечно, они рассчитаны на длительное время и, может быть, на более старший возраст. Где-то я начала носить сразу после 50 лет эти очки. Они дают уже зрение на трёх дистанциях, ещё и вдаль. То есть вблизи, например, в машине видеть все приборы, показания, компьютер и вдаль. Прогрессивные или мультифокальные очки сейчас прекрасных современных дизайнов. Я даже не замечаю. Их ношу целый день, и я не замечаю каких-то трудностей, привыкания, дезадаптации и так далее. И, честно говоря, я никогда не рассчитывала, что я буду пользоваться вот этими офисными очками, потому что они всё-таки предполагают более короткую дистанцию. Не для далее. А вот именно, как я сказала, документы, рабочий стол, компьютер и люди, которые, например, к вам подходят на то, что нужно действительно современному человеку. И поскольку эти очки, этот пауэр как-то так говорилось, преподносилось, и у меня, может быть, неправильно оставалось в памяти, что это где-то всё-таки до 60 лет, потому что есть свой вот этот ресурс аккомодации, работает своя собственная аккомодация, но поскольку у меня уже другой возраст, у меня так назовём в целом 60+, я никогда не думала, что я буду заказывать эти очки. Вот в чём, собственно, моё вообще удивление. Но когда я их надела, я была поражена, во-первых, вот необыкновенной чёткостью. Яркостью своего зрения вблизи, вот на этих разных дистанциях. И я видела людей, которые ко мне подходят. Я даже в какой-то момент задумалась о том, что, в общем-то, даже не обязательно, может быть, мне иметь прогрессивные очки именно на работе. Я могу использовать вот эти очки, это пауэр с расширенной рабочей зоной, и они меня полностью устраивают. И у них есть принципиальное различие в дизайне. Если в прогрессивных очках есть такой, как мы говорим, коридор меняющихся в прогрессии, отдали на средние дистанции для близей, и к ним, возможно, нужно привыкать, то здесь дизайн линз такой, что здесь этого коридора нет. Здесь просто меняются, ну, точно так же диоптрии от дальнего до ближнего расстояния. Но вопросов адаптации к этим очкам вообще или дезадаптации нет. Вот их вот надел, и все прекрасно видишь. И прекрасно я уже, честно говоря, уже расширяю немножко вот это свое рабочее пространство. Я в них выхожу из кабинета, общаюсь где-то со своими пациентами в коридоре, и я не замечаю, что на мне вот эти очки, которые якобы не предназначены для далеких дистанций. Вообще это вот прекрасный дизайн. Я даже хотела поделиться своим опытом. Не надо вот ставить себе какие-то возрастные вихи и вообще ориентироваться только на четкие показания или противопоказания. Нужно пробовать современные очковые технологии, потому что они дарят такие большие возможности. Вот в таких очках прекрасно работается. Вот прекрасно. И нисколько не устаешь. И нет такого вопроса, что а вдруг я к ним не привыкну. Это вообще не стоит. Александр Сергеевич, а вы с этим согласны? Потому что мы же очень много выписывали пациентов. Вот именно очки вот этого дизайна, это пауэр. Ну, я думаю, вы знаете мое отношение. Ну, скажите еще. Я считаю, что эра обычных очков для чтения, как физик-оптик, однофокальных, которые рассчитаны для того, чтобы видеть на одной дистанции 40 сантиметров, она абсолютно прошла. Конечно. Я бы их перестал бы продавать во всех оптиках, и у нас тоже, потому что сейчас все-таки дистанции гораздо больше, задач гораздо больше, и в том числе, как вы говорите, 50 плюс и 60 плюс люди сейчас ведут активный образ жизни, общаются с современными гаджетами, с телефонами и так далее. И обычные очки для чтения, они чаще всего просто не обеспечивают той задачи, которую человек хочет. Да, это только, например, книга, ну, книга в руках, да? А то, что нужно действительно здесь, здесь по крайней мере три тоже дистанции в этих очках задействованы, и они помогают очень работать. И я очень рада, что у меня, правда, случайным образом появились эти очки, ну, я очень рада, мне он как подарок, как бы ко мне пришли эти очки, и я сомневалась, ну, когда я их надела, у меня вообще все сомнения улетучились, потому что, вероятно, здесь еще все-таки, помимо очень хорошего дизайна, да невероятно точно, что я говорю, очень хорошее качество самих линз, самих линз, очковых покрытий, и вот это все, вот это все вкупе действует, что, ну, настолько четко видно, это, конечно, ну, это просто несравнимо. Поэтому я счастлива, что я пользуюсь такими очками. Эд Пауэр, очки для чтения с расширенной рабочей зоной, с расширенным пространством, с хорошей глубиной пространства. Считаете ли вы, что вот 2021 год, мы все-таки наконец вступили в эру индивидуализированного оптического дизайна, то, что говорилось там еще 7 лет назад, вот, что теперь действительно, вот мы можем подобрать человеку с любой профессией, с любыми хобби и так далее. С любыми запросами жизненными. Своей оптикой. Я считаю, что да. Я считаю, что да. Здесь, конечно, что? Здесь, конечно, нужно общаться и с врачом, который хорошо ориентируется в современной оптике, и с продавцом-консультантом, который также, и с оптикой, в которой действительно есть все эти современные очки. И поэтому, конечно, это совершенно необходимо. И все. И решается множество проблем. Нет головной боли, нет усталости, нет утомления. Очки помогают преодолеть вот эти трудности. Я вообще уже не говорю. Вот сейчас мы говорим о возрастном зрении, возрастных очках. А какие сейчас современные очки для торможения близорукости? Вот они появились, о них заговорили, может быть, 3-5 лет назад. Они уже в нашем арсенале. Тоже, кстати, в компании Хоя мы сейчас применяем эти уже очки. Все врачи назначают. У них высокие очки Maya Smart с очень высоким процентом торможения, близорукости. То есть современные технологии, очковые, конечно, они нам очень помогают в работе, и мы оказываем очень хорошую, такую быструю, действенную оптическую помощь. Ну и фактически, по крайней мере, в угласке у нас, насколько я понимаю, есть уже арсенал из нескольких линз с переменными диоптерами. Это на близкую дистанцию Хоэт Пауэр. На промежуточную дистанцию, когда человек хочет в том числе и в коридор выходить в очках, это Интервиста до 5 метров. И прогрессивы, которые еще тоже там можно подобрать разные, которые абсолютно универсальны. То есть фактически была задача. Да, то есть очень большое разнообразие. И вот самое главное, что вот каждому человеку можно подобрать именно то, что им нужно для его образа жизни. И люди, конечно, этого не забывают и возвращаются с этими очками. Я просто помню пациентов, например, конкретно хирургов, врачей-генетиков, лаборантов, которые вы именно возвращались, мои пациенты, именно с этими очками. Потому что им было... Да, кстати, стоматологи. Да вообще очень разные профессии. Которым нужна вот эта глубина пространства. Которым... Это вообще ужасно, когда очки носят либо на лбу, либо вообще на голове, либо на кончике носа. Ну вообще вот эти времена прошли полностью. Ну вас, Ирина Юрьевна, я не представляю с очками на носу. Спасибо большое. Я себя тоже не представляю с очками. Потому что, мне кажется, для каждого современного человека, ну и женщине в любом возрасте всё-таки очень важна эстетика. Очень важно. Потому что можно подобрать и красивые оправы, и прекрасные покрытия. И кроме того, это, конечно, очень удобные условия в работе. Очень удобные. Я просто рада, что я хоть случайным образом приобрела эти очки, получила вот их в подарок. А с другой стороны, я теперь могу совершенно спокойно, испытав вот эти свои собственные ощущения, я могу посоветовать людям и, ну в зависимости от зрения, там и 40 плюс, и 50 плюс, и 60 плюс, вот эти вот очки, для того, чтобы их использовать в работе и получать от этого удовольствие. Я просто раньше об этом не думала. Спасибо. Всем удачи. Спасибо. 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 Спасибо.